Торжественная церемония закладки капсулы с посланием для будущих поколений сотрудников МЧС прошла в пожарной аварийной спасательной части номер 4 города Бреста. Символично, что самая молодая база местных пожарных сегодня распахнула двери для нескольких поколений ветеранов службы, которые прибыли сюда, чтобы поделиться опытом с коллегами и также поучаствовать в отправке послания потомкам. Сегодня мы празднуем День чествования ветеранов в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в Республике Беларусь. В далеком 1918 году один из декретов молодого советского государства дал начало именно пожарной охране. И сегодня мы констатируем, что за эти сто с лишним лет мы солидно приросли. У нас есть современное оснащение, но главное есть стойкие, ответственные бойцы, которые идут на борьбу с пожаром каждый день. Сегодня мы отдаем дань тем, кто стоял у истоков этой службы, кто ее продолжал, кто сегодня присутствует на нашем празднике. Мы с честью будем пожимать руку и говорить поздравления. Действительно, спасатель – это не профессия, это образ жизни. Потому что быть таким самоотверженным в экстремальных ситуациях, спасая людей, это действительно нужно проявлять большое чувство самоуважения и сострадание, помочь в вестной ситуации, собраться, быть собранным всегда, для того, чтобы прийти и не только оказать пожар, и самое главное – это спасти людей. Действительно, за свои эти годы служба МЧС прошла большой путь в становлении, развитии. Сейчас она обладает современными техниками и продолжает эту славную традицию своих наставников. И очень хорошо, что у них есть этот день, когда они могут сказать спасибо своим коллегам и наставникам. В послании потомкам близкие спасатели рассказали об обстановке в наши дни, и напомнили, что нужно обеспечить передачу традиции от поколения к поколению, и сохранили воспоминания ветеранов службы. Послание. Ну, в первую очередь, мы, конечно же, обозначили, что 17 апреля – это дата, которую, я думаю, через 50 лет придется праздновать, ибо уже многие из нас будут ветеранами. В капсуле, конечно, мы поделились своими мыслями, мы доложили нашим следующим поколениям о том, что мы имеем оснащение, которое нам позволяет решать задачи. Мы им пожелали таких же успехов, пожелали быть такими же стойками в борьбе с огнем. Поэтому это те пожелания, которые сегодня, наверное, каждый ветеран может передать молодому поколению. Молодежь, будем так называть их, держат традиции правильно, мы поддерживаем и рады этому, у вас нас не забывают. В послании потомкам выражается надежда на то, что будущее поколение с благодарностью оценит вклад ветеранов службы и нынешних брестских спасателей в обеспечении мирной обстановки и процветания города над Богом. Василий Набускевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Монтович, Новости Бреста.